привет всем зрителям моего канала профессионалам любителям столярам и покрасщикам сегодня тема пойдет по покраске сегодня я это покажу в общем как бы год назад мы там году построили здание здесь такое как бы понемножку расширяемся и крыша у нас идет двухскатная и впереди как бы ворота мы сделали не стали как бы там заморачиваться просто сделали из из как видно металлопрофиля вот ну конечно здесь стали пенопласт чтобы утеплить двери само здание тоже утеплено здесь идет пенопласт в итоге хотел уже давно вам немножко поделиться с вами этим моментом как мы сделали может кому-то пригодится по сути это у нас здесь помещение 5 на 5 с большим окном потихонечку остатки краски остаются я закрашиваю ворота белые все остальное здесь красил воду эмульсионкой здесь некоторые детали у меня стояли я прямо вертикально их покрасил поэтому остались лаки на стенке лак на стенке так как это покрасочная поэтому это я вам показываю как я что разместил сверху я подшил балки usb сверху положил клеенку засыпал стружкой балки 200 миллиметров высотой некоторые конечно вот меня может быть там и говорит что вот стружка не засыпается это пожар небезопасно как бы так сказать может мы в каком-то мере экономили но утеплитель из стружки очень хороший поэтому мы все-таки решили это сделать почему потому что если даже будет гореть что-либо то и минвата она не поможет может быть она замедлит процесс как бы горения но все равно то есть если это все дело раньше заранее не обнаружить то конечно же будет но проблематично затушить но над будем надеяться на то что это все сделали с умом и в как бы будем надеяться на то что все будет хорошо вот но начнем с того что конечно же покрасочную камеру построить это очень дорого то есть вообще купить купить это дорого поэтому все-таки решили это все сделать своими руками сверху вы видите это сделан был короб вот и с приточкой ну и фильтр стоит здесь у меня на фотографиях немножко потом покажу фильтр потолочный покупал специально для покрасочных камер это все дело можно найти в интернате чтобы не мучили меня вопросами здесь окно вот это вот боковое на снимается и там стоит еще предварительный фильтр то есть с мешками то есть он сначала он забивается потом эта вещь здесь сделали шкаф каждая секция опять же делал я не заморачивался делал все это с аэсби можно было с оцинковки но это все было тянуло бы деньги поэтому тут вопрос как бы стояла в экономии чтобы никто там но не говорил об этом сама получается сам фильтр бумажная у меня по 90 сантиметров я брал то есть этот шкаф получается метр восемьдесят и в длину два с половиной почему я так решил его делать потому что мне надо было бывает я длинные вещи крашу либо высокие как стульчики на подставке и поэтому не нужно было сделать такой большой шкаф чтобы она нормально эффективно работала это предварительный фильтр но сзади еще есть половой фильтр стоит на фотографиях я покажу он зеленый вот такой вот короче толщины то есть чтобы он улавливал еще пыль здесь я уже немножко как вы видите красил то есть и поэтому уже проверял настраивал все остальное по по технической части по вытяжке просто ну что я очень много искал и рыл в интернете чтобы уж найти как что делают и многие делают очень ставят большие моторы вот я рискну поставить поменьше вот и довольно таки то есть получился очень хороший результат я выйду на улицу и вам покажу здесь у меня стоит самодельный отстойник влагоотделитель и маслоотделитель получается то есть при покраске у меня в них за все мое время то есть сколько лет я крашу она у меня ни разу не дало сбои здесь стоит редуктор здесь еще на выходе стоит влагоотделитель это феста финал вот и здесь входящий патрубок он здесь труба идет завихрением так вот заходит мы говорили то есть воздух когда заходит он завихряется и оседает внизу вот потом здесь что я сделал по счастье электрическая я сделал поставил сюда пульт чтобы можно было с пульта запускать приточку и вытяжку вот это обычный пульт от люстр чтобы некоторые не спрашивали и там стоят магнитные пускатели которые берут на себе нагрузку мы сейчас пойдем на улице я вам покажу то есть сама вытяжка вытяжка у меня сделано стоит здесь улитка 250 а вот среднего давления и с мотором на 3000 оборотов 11 киловатта 380 хоть стоит и фильтра а вот но все равно как видно то есть пыль она все равно дальше попадает то есть любом случае как бы те фильтра они сто процентов не удерживают всю пыль ну так как у меня здесь задний двор как бы и такое место что здесь если пыль будет оседать и тем более что я не крашу в промышленных масштабах вот что у меня здесь будет там очень много пыли это сделали в эндемоход от приточки об этом немножко чуть позже извините за мой внешний вид я просто в таком хозяйственном рабочей форме вот без рубашки и галстука так вот сделал и здесь боковой свет для того чтобы можно было хорошо видеть как ложится лакокрасочное покрытие вот поставил светильники здесь они по 50 ватт ладовский вот может быть если смотреть на светильник то можно да она может слепить глаза но когда ты смотришь на изделие красе что ты этот боговой свет не замечаешь для тебя он не мешает просто может некоторые скажут очень много света скажу очень классно то есть добился того чего именно хотел вот потом помещение здесь как я говорил ранее получается у меня пять на пять я его разделил отгородил то есть я стенкой для того чтобы можно было занести покрашенных деталей там сушить правда еще у меня на здесь незаконченным как бы видеть это все дело но скажу так сниму с этого ракурса здесь у меня стоит у ложка как вы заметили да то есть когда у меня не было здесь такого как бы отопление и она меня сейчас как бы его и его особо то и нету то я иногда выставляю фошку для того чтобы подсушивать детали и раньше подсушил деталь сейчас уже не буду просто оставлю для того чтобы было хотя бы плюсовой температурой на включается включается лежат лакокрасочное покрытие сейчас на улице уже минус 3 здесь меня в помещении было тебе поставил здесь ну измеритель переносной 5 градусов то для того чтобы у меня здесь вдруг шо не этот не замерзла потому что у меня здесь его хватает пока мы все еще полочками и все остальное мне обжился пока мы с таком виде как есть вот хотя это у меня уже полка моя перенесена с моего старого то есть помещение там где я красил про компрессоров я уже вам показывал это видео это самодельный компрессор вот работает до сих пор очень хорошо мне нравится то есть как его сделал если хотите увидеть есть видео на моем канале о нем как я его делал и что это вообще такое вот потому что расскажу так расскажу о том что по покрасочной камере я очень как бы думал как все это сделать и вот максимально то есть можно было где-то что-то сэкономить но в процессе то есть и и приходила некоторые какие-то идеи все остальное вот понятно на фильтрах и на всем остальном ты не сэкономишь вот ну на коробушках таких вот можно сэкономить здесь я вообще хочу сделать двери которые будут раздвижные то есть раздвижна эта створка она будет в одну сторону вот но в принципе так скажу что я уже довольно таки крашу здесь время уже пару месяцев вот это я покажу вам какие сделал здесь стеллажи вот здесь они сделаны такие вот из того что у меня было нашел бруски которые иногда мы вы просто выкидываем вот с трещинами сучками и мы использовали их сюда вот то есть вот так вот она это все дело делается переставляется возможно здесь немножко крепление и слабовато да еще не хватает возможно его здесь еще и добавлю но суть то что если какие-то мелкие детали надо положить я и здесь ложу сушу если длинные детали то есть рассовываю и вот так вот да для сушки материала красил я и фасады по два с половиной метра в ширину 60 здесь у меня где-то сантиметров 50 вот эти палки то есть они мд в тяжелые до накринились но нормально то есть все получалось ничего не падала вот некоторые я сделал тут опять же абапулы остаются из абапул короче можно было сделать стержни и такие вот крутые у меня есть круглопалочный станок опять же этот бобер на моем канале он есть вот из него я сделал такие вот круглопалочки поселил отверстие и все сделал стеллажи себе мобильные что мне очень понравилось но по сути так скажу когда преработает вытяжка и при . здесь пыли просто ее нету то есть как бы даже двери эти они по сути перегородки это достаточно хватает для того чтобы пыли не было здесь когда ты красишь но все равно я наверное скорее всего буду это ее на сюда делать просто может быть не сейчас здесь у меня идет короб и приточки и здесь я хочу сделать врезку и еще до то есть просушивание материала но это уже немножко я буду тоже опять же все делать позже не сейчас это все как бы в планах потихонечку будем как бы подтягивать эти эти моменты вот там как за стеной вы поняли у меня стоит при . сейчас мы пойдем не только при . но и отопление при . сейчас мы пойдем туда и я вам немножко покажу как это все начиналось и все делалось теперь мы зашли другое помещение здесь помещение было как бы вообще больше папина помещение но он говорит давай мы здесь делаем вот котел не будем делать это на улице что надо будет опять же делать для него навес и все остальное собственно это как перед вами это стоит уже котел которые только не сделали недавно мы а до этого как я отапливал при . делал я это с помощью газовой пушки на 35 киловатт и вот там стоит у меня улитка нашел ее на металлоломе немножко плохое освещение включили прожектор освещение побольше добавить вот там у меня стоит улитка он там идет диаметр 300 двигатель стоит на 1 и 5 киловатта полторы тысячи оборотов потом в общем когда я это все делал осенью поступала зима и я решила все-таки уменьшить обороты двигателя для того чтобы то есть когда стояла тата пушка она направляла то есть и вот этой коробушки квадратные того кота то все не было там до этого то есть просто было открыто вот так вот и пушка направляла пламя прям в улитку туда и подавала тепло туда наверх потом я поставил купил частотный преобразователь снизил обороты меньше добавил и температура в середине помещения увеличилась вот но как всегда мы попробовали что такое полить газом это не не совсем как бы выгодно вы понимаете да приблизительно расскажу так расход какой да у меня получился газовый баллон заправить приблизительно если 18 килограмм или это приблизительно 500 гривен с чем-то если 22 килограмма это будет 700 гривен то есть 22 килограмма конечно но они нельзя по стандарту заправлять потому что баллон газ расширяется при если температура высокая в смысле тепло отапливаем помещение так как помещение здесь не отапливаем поэтому мы заправляли по максимуму и вот 700 гривен так скажу мне хватало может быть на две покраски то есть покраски кровати и кровати большие двухспальные то есть по времени мог красить я то есть на на сколько дней хватало то есть этого баллона ну плюс минус там 45 дней вот так вот расскажу вам то есть как бы если кровати достаточно дорогие то есть то принципе можно в стоимость это забивать то есть и красить с газовой пушки удобно быстро и не надо никакие то поэтому в принципе все равно мы решили пойти на другой ход по отоплению то есть как бы приточки и вообще самом помещении и этих помещений которые здесь будут смотрели мы видео по посмотрел очень много видео я интернете по отапливаем приточек вот покрасочные камеры и в итоге то есть делают очень много на дизельных горелках вот и некоторые попались то есть что делали на газу то есть вариантов очень много такой вариант конечно который мы сейчас сделали их его в принципе так и толком и не нашел но вообще мы решили прикинули что попробуем сделать все-таки отопление на дровах там на брикетах на угле вот сварить котел с воздушной рубашкой вот в принципе то что у вас есть я немножко потом это все дело покажу на компьютере как я это сделал то есть селе нарисовали и что она как внутри находится ну там конечно и Продолжение следует... 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 и возьмем дверки мы нашли от старой печки колосники туда вложили тоже чугунные и соответственно то есть через топку мы делаем через затопку делаем распал это понятное дело такая вот есть бумага для транспортировки упаковка еще забыл сказать что здесь мы сделали вот сбоку если вам видно эта труба которая проходит в саму топку мужа горение происходит здесь подача воздуха там поддувала и шута горели догорели газы в этой трубке нас вели на отверстие по 5 миллиметров по моему три отверстия для того чтобы эти газы то есть которые идут по принципу булери она сделана чтобы эти газа не здесь в конце в этом коллекторе догорали ну что так так как там уже кислорода нету этот кист сделала специально трубку для того чтобы можно было подавался кислород но автоматически то есть они но это швы такие это мы варивали сюда пластины металлические для того чтобы котел не коробило от температуры конечно результата такого как я делал совсем не ожидал получилось очень хорошо и эффективно ну что мы рассматр рассматривали как делают электрическое отопление вот этих вот покрашенных камер скажу это совсем не выгодно вот там нужно для такого то есть подачи нужно 25 на 25 киловатт ставить 25 киловатт общей суммарности то есть т.н. т.н. они будут там они отключаются все зависит от периода как бы имею ввиду что это весна они там или это осень либо это зима где очень сильные морозы но 25 киловатт нагрузить на линию это вы сами понимаете что это очень жирно просто поэтому от этой идеи мы точно отказались почему я отказывался от газовой горелки самой то есть дизельной да скажу что не буду запихивать все это оставлю так микрофон у меня батарейка села в общем запускаем вентиляторы получается он очень экономный потому что он мало потребляетельных энергии это канальный вентилятор 150 достаточно хорошо подталкивает воздух и не шумный ну что прошло 40 минут двое приду посмотрю что здесь делается а вот 40 минут тот рухлявая что я делал туда то и горит там сейчас мы подкинем еще пару трухляшек поддувала немножко я оставлю воздуха до ну и и крови чуть-чуть дыма дымохода вот так здесь у нас уже до горячая пойдем сходим покрасочную посмотрим что там происходит здесь у нас уже окна запотели но и температура чувствуется что здесь она увеличилась конечно же было у нас здесь два градуса вот и сейчас показывает 9 9 раз но это еще слабо пи . работает то ну по сути как бы результат уже есть отсюда сверху идет теплый воздух жалко что у меня нет измерителя температуры такой же лазерный да ну попозже я его приобрету сделаю замеры но факт том что вот так отопление как бы работает сейчас я подкинул туда еще два полена и так она будет лить любом случае на пару часов хватит пока подогрей помещение попозже чуть буду красить сейчас я хочу вентилятор подключить частотник на низких оборотах хочу еще сделать сюда выносной пульт здесь вместе стоит 58 герц я просто увеличивал скорость сниму сейчас где-то на 30 герц на 28 кто-то выдает ошибку очень не разобрался шо что-то Продолжение следует... 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 Продолжение следует...